женщины на самом деле они в этих вопросах они очень разумны вот женщине если так сказать она реально может поменять свое решение если старше женщине говорит она просто потому что она верит ему она может поменять решение станет счастливой я вам сейчас расскажу один важный один важный момент для всех для вас на самом деле бог всегда нужного человека дает он не дает нам ненужного человека просто вопрос заключается в том готовы ли мы груз кармы с ним победить с этим человек готовы ли мы к труду или нам до сих пор хочется счастья в личной жизни если нам до сих пор хочется счастья мы не хотим работать то значит мы теряем человека и потом за это будем отвечать по полной программе женщина которая разрушает отношения у нас сердце как становится холодным у вас сейчас сердце холодное или горячее теплое но у вас холодное как камень когда вы встретите какого-то другого человека вы увидите что вам очень трудно с ним быть близкой близкие отношения строить потому что бог это та сила которая дает возможность близкие отношения строить женщина не может сама потеплить свое сердце того чтобы она была теплым к мужчинам для этого ей нужно от бога милость иметь вот почему женщина сохраняет возле себя мужчин потому что у нее сердце теплое а это теплота в сердце женщины возможно если она с мужчинами правильно себя вела если она делает неправильно что-то по отношению к мужчине тогда потом теплоты нет и она мучается каются и когда она вернет все теплоту тогда она получает человека но это не просто и очень долго поэтому она понимает что лучше не бросать это гораздо проще не бросать чем вот мучиться в одиночестве ждать когда к тебе человек вернется если только одна причина почему вы бросили его только одна всего причина причина просто заключается в том что вы считаете что вы лучше чем он все та причина называется гордость я вам сейчас расскажу откуда гордость женщина берется все женщины считают себя лучше того мужчины с которым они находятся по той причине что вся энергия благочестия у женщины идет наружу она смотрит на себя блин какая красивая хорошая какого дураку достану так ведь женщины вы согласны сом согласны нет а как общалась встречалась если ты уважали вы не встречались а жили как он сказал да мужчина должен работать над собой обязательно должен быть ответственным решительным уважать женщин должен нежно относиться к ним заботиться ведь я сказал один раз сказал она меня защищает перед вами знаете почему потому что вы наверно второй раз на моей лекции да мы с вами еще не знакомы меня не знают я бывают целую лекцию мужчин ругают вы наоборот говорите что женщина даже не должна работать она работать даже можно заходить с семьей она не в социуме да так я говорю про они я вот даже прололу от волнения на смитер воду спасибо вам большое за браку связь но я сейчас не для вас беседу я хочу вот этому человеку жизнь спасти итак женщина она видит себя красивой сильной а мужчина у него все хорошее качество внутри их не видно и внешне он за мухрышкой может быть женщина но у женщины есть одна удивительная вещь в характере знаете какая мужчины нет у женщины есть когда женщина слышит правду она не может ее не слушать она когда и говорят правду она слушает ее и понимает что это правда так ведь когда женщина не не доверяет не доверяет своему чувству что она лучше это признак ее разум разумная женщина не доверяет что она лучше своего человека она ищет в нем хорошего ищет сама хорошего это значит что она удачливый человек она способна сохранить свою семью в этом случае когда она видит в нем только плохое это неудача на самом деле мужчина и женщина в отношениях одинаковые они ничем друг друг от друга не отличаются Бог открывает только те черты характера людям которые им нужны для сдачи экзаменов вот он может быть другой в чем-то но вы этого не увидите вы увидите только то что вам нужно чтобы свои экзамены сдать есть три способа относиться к экзаменам первый способ это он во всем виноват шансов сдать экзамен нет никаких вообще второй способ мы виноваты оба но ты первый будешь сдавать это значит что какой то шанс есть когда ты поменяешь мнение вот и третий способ я во всем виноват вот этот способ приводит к победе всегда потому что мы ведь вопросы с Богом решаем человек это всего лишь воплощенный экзамен для нас и все и правило такое всегда одинаковое если я бросаю человека я не сдала экзамен потому что Бог соединил не для того чтобы мы бросали друг другу сколько вы вместе прожили четыре месяца это не срок встречались это что значит вы с ним встречались в постели полгода нет ну тогда значит может быть то что я говорю это неправильно если вы жили больше года вместе вы уже семья четыре месяца это не срок вы можете думать стоит с ним оставаться или нет но если он продолжает приходить это верный знак того что Бог хочет чтобы вы были вместе я тоже так чувствую я тоже так чувствую вы дайте ему шанс объясните ему как он должен себя вести когда мужчина настаивает на отношениях это самое время его повоспитывать воспитывать надо аккуратно надо просто а вы не знаете что мужчина меняется женщины думают что ничего не поменяется потому что они сами такие вот женщина она меняется только снаружи а внутри не может меняться есть два психических цилиндра у человека у женщины наружный мягкий податливый она быстро приспосабливается к всему но внутренний очень твердый часто женщины так же мужчин воспринимают они думают что мужчины такие же все наоборот мужчина снаружи очень твердый неизменный как каменный а внутри очень быстро может меняться если женщина дает возможность мужчине меняться она ему дает задание особенно когда он хочет отношений то вы будете видеть как он будет меняться и она даже удивляется как это возможно вообще человек был таким и стал таким поднимите руку женщины которые это испытали в своей жизни вот смотрите в зал видите меняются вот ваша соседка вы с ней поговорите Бог вас вместе посадил итак мы немножко ушли от темы а вообще идея такая что приходит время наступает такой момент в нашей жизни обязательно наступит такой момент когда мы не сможем вернуть ситуацию уходит из жизни близкий человек можно заболеть неизлечимым заболеванием можно кого-то потерять в жизни из друзей там разрушить навсегда отношения и так далее бывает так что никакие силы не могут мужа вернуть или жену назад чтоб вы не думали что я что-то сочиняю потому что тема важная вот поэтому когда такие вещи происходят то это означает что мысли в этом направлении не помогут выйти из стресса и сам стресс разворачивается только по той причине что мы занимаемся не тем чем надо в это время человек так или иначе должен отвлечься от идеи которую он преследует иначе он разрушит свою жизнь ведь бывает что из стресса не выходит знаете такое тоже бывает я вам сейчас буду перечислять стадии стресса и какие эти стадии невозвратной ситуации приводят к каким невозвратным ситуациям прежде чем это делать я хочу еще раз акцентировать вопрос на том зачем нужен стресс 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 возникает по одной причине причина стресса это сейчас я секундочку найду причина стресса это цель жизни понимаете и наша жизнь предназначена для того чтобы мы сформировали правильную цель жизни существуют цели которые сами возникают в течение жизни мы об этом говорили приходит время ребенку надо двигаться приходит время хочется любить приходит время хочется рожать приходит время хочется жилье улучшать и так далее все это означает просто развитие жизни человека это просто меняются цели с возрастом с развитием жизни это не является главной целью жизни когда человек такую цель делает главной целью жизни вот тогда наступает стресс временные цели которые даны просто для того чтобы мы что-то делали в этой жизни они балдели они не предназначены для того чтобы мы к ним так сильно привязывались допустим если девушка считает мужа своего главной целью своей жизни она считает что она для него живет то будет стресс как это происходит я вам сейчас объясню как вы думаете может человек в полной степени ответить на божественную любовь другого человека или нет вот представляете я человека люблю божественной любовью я его обожествляю я считаю его главной целью своей жизни может ответить человек или нет это невозможно просто невозможно потому что душа это не Бог часто бывает так что человека такой жгучей любовью любят и так сильно как бы от него хотят взаимности что это сводит с ума просто вот представьте вас так любят что вам говорят смотри на меня я видишь как тебя люблю пойдем давай будем все время вместе день и ночь давай будем всегда гулять вместе давай разговаривать только с тобой не отвлекайся от меня говори только со мной у кого такая ситуация была поднимите и что произошло потом не знаю я дала на ногу а он меня убил а он меня чуть не убил зая еще у кого да что вы почувствовали я как-то билась это было чувство но когда человек когда билась вот он ехал и потом просто раздевали с тобой и он уже с тобой за мной и он начал бегать и вам плохо от этого стало вот это как раз билось вот я с ним вот он за мной и обоим было плохо да в твое время плохо уже сейчас у вас бразильский телесериал прям можно писать роман астролог говорит что это виноват скорпионы кто виноват то что скорпион астролог этот немножко того шиш голубой этап и сюда скорпион виноват в том что убегали друг за другом понятно а что я в будущем не вижу с этим человеком тоже другой вопрос теперь можно было благодаря этому я пришла к физическим знаниям это стресс вам помогут прийти к знаниям давайте двигаться дальше вот смотрите если я сильно привязан к человеку и считаю высшей целью своей жизни это стопроцентная гарантия что он разрушит со мной свои отношения человек не может выдержать такую нагрузку психическую теперь второй вариант если мать считает ребенка целью своей жизни какие отношения они будут с ним развиваться что будет делать ребенок ребенок будет просто беситься будет с ума сходить от такой нагрузки психической будет капризничать кричать бунтовать у кого такое происходит поднимите руку женщине цель причина какая цель жизни ребенок да он с ума сходит просто он не может это выдержать а отвали уже говорит он же так научился разговаривать да а если он маленький то он не будет говорить о твари он будет просто плакать и все сколько ему лет а ну уже может сказать отвали бывает что ребенку три года два он даже никаких слов не знает просто орет и все и причина потому что мать она считает его высшей целью своей жизни она никогда изучала не изучала для чего жизнь человеческая нужна она получила кусочек счастья и все и она сразу в это счастье погрузилась и думает что больше ничего нет а этот ребеночек не согласен с этим он не согласен что я высшая цель жизни потому что он не может дать ответ он не может назад вернуть то что она в него вкладывает и поэтому он бесится и так видите если мы неправильно выбрали высшую цель жизни своей то за это придется страдать причем интересно знать что выбрать высшую цель жизни все равно придется человек не может жить просто так ему нужна высшая цель он должен свою жизнь куда-то направить жизнь жить и черт ее куда-то надо направить вот допустим женщина жила жила просто так бац ребенок появился а ребенок появляется это что такое это не просто это огромный потенциал энергии счастья смотрите когда ребенок рождается маленький то Бог скрывает все его грехи его грехи не видны женщина смотрит на него говорит чудо родилось чистое светлое чудо грехи не видны какое-то чистое светлое чудо через 15 узнаешь вот а сейчас когда он только родился ничего не видно плохого в нем он чистый светлый и зачем это нужно для того чтобы она любила его всю жизнь она всю жизнь вспоминает о нем как о душе мать видит как душу ребенка и от него исходит огромная сила счастья точно так же веды говорят когда человек вспоминает как он первый раз встретился со своим близким человеком и вспоминает чистоту красоту этих чувств и память о светлых качествах человека которые он тогда видел при первой встрече это дает возможность немедленно улучшить отношения и любить всю жизнь друг друга вот когда первый раз встретился и вспомнил качество человека которое он проявлял при первой встрече это является лекарством от всех проблем в отношении и надо это вспоминать все время но я сейчас не об этом хочу сказать я хочу сказать о том что мы не знаем кого выбирать высшей цели в своей жизни у нас нет знаний и это незнание приводит к стрессу можно же чисто логически понять что твое восприятие твоего ребенка это немножко однобокое ну давайте просто возьмем перенесемся на 70 лет вперед вот вот ваш маленький ребенок который вы целуете в попу и чувствуете необыкновенное счастье представьте он стал уже бабушкой 70-летним в попу ее целовать будете? нет? нет значит есть какое-то искажение восприятие тот же самый человек только через 70 лет почему если он такой чистый возвышенный почему бы его не поцеловать в попу и через 70 лет? у бабушек никто в попу не целует я такого не слышал по крайней мере может что-то зло это значит что из ребенка что-то особенное выходит это значит из него божественная сила выходит которая привязывает мать к нему просто для того чтобы она о нем заботилась и все но если мать не знает что есть высшая сила какая-то которую надо действительно считать высшей целью своей жизни которая тебе и поможет этому ребенку помочь то она начинает привязываться к этому ребенку и делает из него эгоиста потом который постоянно всех мучает и считает что он центр жизни центр вселенной потому что так относилась к нему мать другой вариант когда женщина влюбляется в мужчину что с ним происходит то же самое у меня был такой случай я разбирал ситуацию мужчина приводил в дом женщин и женщина слушая лекции училась ему прощать говорит я развиваю все качества Олега Геннадьевича она приводит я учусь прощать а он при ней сексом занимается там в соседней комнате говорит учись прощать учись что произошло в чем ошибка ошибка заключается в том что она его обожествила она говорит Олег Геннадьевич я не достойна этого человека он такой возвышенный такой лучше меня в тысячу раз поэтому даже если он такой грех совершил ему прощается это же обожествление уже все и он ей говорит я привожу девушек по той причине что я взяв тебя замуж подверг себя аскезе и мне теперь надо восполнять силы я достойен большего посмотри сравни нас ты и я я достойен большего так почему он так начал себя считать почему он таким стал в чем причина потому что она сама его полила поливала его гордость тем что поклонялась ему так или нет так значит нужно свою вот эту силу высшей цели жизни направить в нужное русло смотрите или человек убивается на трех работах пытаясь построить себе жилье он с ума сходит как вы думаете где стресс наступит у этого человека в какой сфере жизни именно там и будет стресс именно это и является камнем преткновения в его судьбе там будет проблема именно это и станет трудностью его жизни я даже страшно сказать что именно такие мысли и разрушают это самое жилье я даже не обязательно его уже иметь просто есть простое правило которое сейчас я вам всем расскажу оно работает на сто процентов у нас допустим есть уже деньги вам не надо копить чтобы купить себе квартиру и вы выбираете квартиру два чувства говорю вам два чувства одно вас приведет к победе другое разрушит вашу жизнь потому что деньги надо использовать правильно смотрите первое чувство мы выбираем квартиру и вдруг нам показывают квартиру супер очень хорошая классная квартира моей мечты покупать надо быстрее немедленно потому что ее скоро продадут и без меня за такую цену не продают за такие деньги не продают это случай это удача это один раз в жизни сердце горит стучит и как бы советоваться ни с кем не хочу смотрю квартиру не хочу надо быстрее брать что это значит это значит что вас обманули мои хорошие вас просто обманули поднимите руку у кого так было согласны с вами да а у кого было такое жгучее чувство что я хочу купить я буду купить и все нормально поднимите руку не бойтесь не бойтесь и как у вас было давайте это скажите у вас жгучее чувство было я больше не хотела Вот так, а-а-а, быстрее покупать, такое было. Ну, может быть, такое бывает, но чаще всего бывает не так. Это нормально. Вот давайте разберемся в этом чувстве и то, что вы почувствовали. Давайте с этим разберемся. Вы почувствовали, что вы ничего больше смотреть не хватите. На сердце было спокойно. Спокойно. Нормально, спокойно на сердце. Спокойно сердце или горячо? Спокойно. Поняли разницу или нет? Вот когда человек видит жилье, у него на сердце спокойно, он хочет здесь жить, он не парится и берет эту квартиру. На сердце спокойно, это мой дом. Это одно чувство. А я говорю о другом совсем чувстве. Когда человек чувствует, что надо быстрее покупать, кто-то другой возьмет. Кто-то быстрее, быстрее. Хорошо, интересно, у нас интересная беседа сейчас. Пытаемся сейчас разобраться. Смотрите, вы тоже так думали, что кто-то может взять. А вы советовали, что надо взять эту квартиру или нет? Вы смотрели квартиру саму или нет? Вы трезво смотрели ее? Вы изучали? Они сами не знали, что так быстро, а не пробу. Вы изучали квартиру? Квартиру мне нравилось. Нравилось. Вы советовали с кем-то? А с мужем там, с родственниками? Со всеми советовались? Да, у вас сердце спокойное было или напряженное во время совета? Я думаю, спокойно. Я думаю, спокойно. Видите, в чем разница заключается? У ней, может быть, все быстро произошло, но спокойно. А я говорю о другом сейчас. Я говорю о другом. Попытайтесь понять, что сердце у человека горит. Он хочет принять это решение, ни с кем не советуясь, потому что он чувствует, что, может быть, кто-то скажет, не надо покупать. Он хочет быстрее ее взять, или он хочет ипотеку быстрее взять, ни с кем не советуюсь. Это означает подвох. Но когда сердце спокойное, и человек спокойно берет что-то, он не чувствует, что что-то супер-пупер, а просто спокойно. Там можно жить, как она сказала. Это место, где можно жить. Это означает, что Бог дал. Чувствуете разницу или нет? Когда Бог дает на сердце спокойно, когда Бог не дает на сердце жар. Почему так? Потому что жар на сердце означает неправильная выбранная цель в жизни. Когда человек выбирает цель в жизни неправильно, у него сердце начинает гореть. Когда правильно цель выбирает в жизни, у него сердце становится спокойным, твердым и радостным. У вас в квартире была цель в жизни? А она пришла в само собой. В само собой она пришла. Вот о чем речь. Я же говорю о другом, что квартира является целью жизни. Человек ищет квартиру, он думает только о квартире. Бац, попалась такая хорошая, быстрее, быстрее, быстрее. Мозги стучат, сердце бьется. Это означает, что все будет не так, как у этой женщины. Все будет не так. Причина почему? Потому что Бог так воспитывает человека. Если мы выбираем какую цель жизни, результат какой будет страдания. Опять в личной жизни. Смотрите, страстная любовь. Быстрее, быстрее. Дальше расколбас полный начинается. Второй вариант. Спокойно люди встречаются, общаются какое-то время. Дальше стабильная семейная жизнь. Кто не согласен с вами? Все согласны. Наверное, кто-то боится. Кто-то же должен. Слушай, в каком-то, я не знаю, у них была такая страна, но не срок, чем вы. Уже 4 года живут? Моя хорошая. Это факт. Это факт, что обычно распадают все быстрее. Но 4 года тоже не срок. Это максимум, когда люди просто отрабатывают карму, они живут правильно вместе. Это 5 лет. Да, ребенка рожают, потом разбегаются со свистом. Смотрите, срок, при котором надо о чем-то говорить, это 6 лет. Вот после 5 лет, если люди вместе живут, значит, можно считать, что они нормальны. Вы правы, обычно такие вот страстные отношения распадаются через 2-3 года. Но не сразу, потому что людям же надо понаслаждаться друг с другом. Понимаете? Они долго встречались? Страсть была. И сейчас страсть осталась? Спокойно. Это вы уже другую ситуацию расскажете. Смотрите, страсть была при встрече, а потом начали жить, все спокойно. Это другая ситуация. А я говорю не про эту ситуацию. Когда люди встретились, страсть, и живут тоже у них как бы вот этот... А вот я знаю, что когда у людей все правильно, между ними спокойные отношения. Спокойные, значит, будут хорошо жить. А когда начинается вот, ты меня любишь или не любишь, скажи честно. Хорошо. Ладно, не понимаете об этом. Я вам сейчас объясню на нашем примере. Раз вы не понимаете тот пример, я вам на нашем примере объясню. Слушайте меня внимательно. Какое чувство у вас в сердце возникнет? Смотрите на меня, слушайте внимательно. Я в Самару летел из Казани, постоянно думал о том, что я хочу вам почитать лекцию. Так мне хотелось в Самаре почитать лекцию для вас. Вы меня ждали? Кто-то сказал так. Точно ждали? Я вот вам не сильно верю. Почему я вот... Я вот, мне кажется, больше хотел от вас, чем вы меня ждали. Например, это самая девушка спорила вообще. Вчера свет выключили. Что за ожидание такое? Очень сильно ждали, потому что ваш свет выключил. Вы чувствуете, как плохо становится, да, в зале? От чего? Ведь было лучше. Я это делаю специально, чтобы вы поняли. Это я сейчас играю в игру определенную. Почему хуже становится? Потому что я поставил вас на место Бога, понимаете? На место Бога. Это для Бога я сюда ехал. Это Ему я служу. И о вас забочусь тоже. Но я не могу вас на Его место поставить. Понимаете? Если я эту подмену делаю, тогда наступает разочарование. Вот девушка, она даже удивилась. Простите меня, я не хотел вам так сказать. Это был эксперимент. Я вас выбрал, потому что вы очень хороший человек. Вы можете все пережить.